В каких фильмах вы снимаете? Я вчера с живым здоровым вернулся из Грозного. Мы решили вручать БРО недели. Следующий номинант это Антон Заболотный. Вот этот узбекский, а вот это какой-то таджикский или киргизский. Хорошо. Тубир. Афганистан. Туркменистан. Афганистан. Ты болеешь за Спартак, а твой сын болеет за ЦСКА. Когда же он заткнется? Жестокое-то, блин. Нагучев три раза скажет во время трансляции матча Оренбург-Спартак, почему Спартак не делает замену. Тимур, комментарий. Смысл звать гостя, который не то, что не разбирается в футболе, но и вообще не смотрит его? Слушай, ну у нас судьи не разбираются в аре, но они же ходят, смотрят его. Роман, пишет нам Олег Метик. Бредятина. Да, так оно все и есть. Костя, комментарий от Павла Крюкова. А вы разыграйте зрителя-подписчика пригласить пятым. Слушайте, это очень классная идея. Мы действительно в конце сезона пригласим одного из вас стать пятым участником шоу. Это футбол, брат, погнали! Пам! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Повезла! АПЛОДИСМЕНТЫ Это не аналитика. Это футбол, брат, добро пожаловать. Все везде и сразу. Это главный слоган не только лучшего фильма по версии американских академиков, но и слоган прошедшего тура фон Бэткубка России по футболу. Все. Это вылет Зенита. Прям праздник, да? Прям праздник. Я видел это. А везде мог оказаться в этот день баринов, кроме футбольного матча Лакрона. И сразу же появилась интрига в весенней части чемпионата. Очень круто. В общем, ребята, лучший фильм, лучший футбол. Все это можно увидеть своими глазами, потому что они есть, эти глаза. И, вы знаете, иногда хочется, наверное, нашему футболу поставить какой-то диагноз или добавить красок, кроме того, для этого... Иногда? Ты так спросил, ты спросил, как Алсу. Иногда я жду тебя. Но сейчас придет человек, который... Как ты вспомнил эту песню вообще, откуда ты ее... Мне я всегда вспоминаю нужно. Я, если что, вспоминаю Алсу. Это песня из времен, когда Зенит в последний раз не был чемпионом России. Это песня из тех времен, когда тебя из роддома забирали. Вообще, как ты мог это вспомнить? Да, действительно. Нам, ребятам, которым по 23-24 года... Тимур, ты ровно так молодых футболистов продавал. Возьмите этого молодого 30-20-летнего. Я так и до сих пор делаю. Сейчас к нам придет сюда фантастический актер. Мало того, что фантастический актер, еще и любитель футбола. Отец четырех детей. Михаил Полицеймаков. Привет. Привет. Всем привет. Дмитрий, подождите, подождите, подождите. Чтобы сразу обозначить твои клубные цвета. Чтобы сразу, сразу. Михаил. Спасибо, друзья. Миша, Миша. Бомжи домой. Я сейчас это уберу в сторонку. Вот сюда, вот сюда. Миша, ты человек, который нам с экрана телевизора много лет рассказывал, чем мы больны. Это аналитика. Я время от времени называл это шоу «Здорово жить с Михаилом Полицеймака». Но все мы знаем, что здорово жить с Анной Диармос или, я не знаю, с какой-то богатой, может быть, женщиной. Скажи, пожалуйста, какой диагноз у российского футбола? О-о-о, зашли с этой стороны. Ну, конечно, сразу со стороны с тыла зашли. Ну, смотри, ну, смотри. Сзади. Анализы не очень. Ну, есть какая-то надежда, все-таки, она же как-то должна присутствовать. Ну, я не могу сказать, что российский футбол здоров. Он... Ну, не болен. Не болен? То есть это как? Он просто сам по себе такой. Это между. То есть это весеннее и осеннее обострение бывает, да? Бывает. Бывает, да. Да нет, ну, почему? Играем в футбол молодых, очень много хороших российских футболистов, легионеров. На них есть какая-то надежда. У меня всегда на них надежда. Вот я вчера смотрел на Зиньковского. И как-то он мне как-то моментом даже понравился. А вы знаете, вы еще раз с Антохой переписывались и обменивались как бы с собаками. Чего? Антоха, вы что, кинологи или что? Ну, просто дружим. Вы хотели с собаками поменяться? Нет, у него тоже вот такой вопрос. Это какая-то собачья свингер-вечеринка. Подожди, вот скажи, Миша, вот если представишь, что, допустим... Я медленно состригаю твою шерсть. Но там не совсем так, а там... Не, не зачитывай, подожди, оставь это в тайне. Могу смс-очку показать. Вот, он прислал мне потрясающую собаку. Вот она так играется. Вот, вот так вот. А я ему прислал свою собаку. Вот моя собака. Михаил, ты понимаешь, в какой жопе футбол находится? Футболист, чтобы играть, он... Футбольные аналитики отмениваются собаками. Проградщик собак отправляет. Футбол и так в нашей жизни, вот так вот, просто полно. Вот это чем-то другим надо заняться. Михаил, скажите, пожалуйста... Нет, Миш, скажи, пожалуйста. Да. Скажи, пожалуйста. Как так вышло, раз уж мы говорим о том, кто чем болеет, что ты болеешь за «Спартак», а твой сын болеет за «ЦСКА». А твой сын сделал правильный выбор. Он тоже ставит за один из четыре на «ЦСКА». Не, не, а там ты видишь, ты не почувствовал там что-то лошадиный запах-то хоть? Да, что-то такое есть так. С сеном пахнет. Да-да-да. Победами! Победами над торпедами! О! О! Как получилось? Тут же влияние. Вот, например, у меня папа всегда болел за «Спартак». И вот я там маленький бутуз сидел, пухлый, смотрел на тебя, ничего не понимал. Видел краса белая просто, да? Нет, я просто видел и папа говорил «Давай, Федя, Федя, давай!» Ну, Черенкова, ну, я ему да. И как-то в меня это вошло. А у Никиты какая-то история, у него друзья стали болеть вот за это. И он как бы такой, типа, я за компанию тоже буду болеть за это. Я говорю «Сынок, сынок, послушай папу, пожалуйста, сынок». Вот, и когда «ЦСКА» у кого-то выигрывает случайно, абсолютно. Редко, но это редко бывает. Редко, он мне пишет «Здорово, дамы, здорово!» Я ему пишу «Сочувствую». Ну, так общаемся. Я своему другу, который болеет за «ЦСКА», когда он пишет, например, в детстве писал там «ЦСКА чемпион». Хотя в моем детстве «ЦСКА чемпионом» не был. Но когда он так писал, я вот где буква «С», я там ромбик всегда пририсовываю. Ему это ужасно не нравилось. Да. Кость, за наших последних 140 программ, такой долгой паузы у тебя никогда еще не было. А я сижу и думаю. Не переживай, ну старик. А ты скажи, о чем ты думаешь. Не переживай, пожалуйста. Я сижу и думаю, все знают, что у нас вот цифра 207. 207 человек пришло на матч «Торпеда-Урал». Но другая цифра меня больше всего интересует. Она чуть больше, намного больше. 2000. 2000 фрибетов по промокоду «БРО» в приложении «Фонбет». Вы заходите, понимаете, это были жидкие вот такие аплодисменты. Вы заходите, потом смотрите, куда поставил я, делаете по-другому и... Значит, сколько примерно в залах театральных, в которых ты выступаешь... По-разному. Нет, ну вообще, вмещай, вмещай. Сколько продастся? Нет, подожди, а вот на Лесной, вот в вашем театре сколько там? На Лесной немного, там 570 мест. Ну я знаю, что у вас там биток постоянно. Ну да. Потому что 570 мест. Ну так, я тебе скажу, обзавидовались вам химки, а не 507 человек видят в трех матчах. Торпеда кровавыми, слезами, по-блакам. Нет, в Выборгском в Питере 2200. 2200? Да. А Копер всегда берет масштабом, ты же знаешь. Я был там, буквально вчера. Я ездил с Владимиром Быстровым на матч «Динамо-Зенит». Ты несколько раз это повторил уже. Ну просто это единственное, чем я мог гордиться за последнее время. Да. Я ездил с Владимиром Быстровым. Как он, скажите? Мы, кстати, выпустим это видео у нас на канале. Послушай, я вчера был... Я даже придумал название вот нашему вызову. Называется «Two Boys One Cup». Послушай, ты хвастаешься тем, что ты был в Санкт-Петербурге? Я вчера живым здоровым вернулся из Грозного. После 0-3, что они проиграли. А ты говоришь. Но я... Вопрос такой. Ты поехал в Грозный, Грозный проиграл. Тебя еще раз позвали туда? Ты извинился? Они бы сказали, мог бы ты из Москвы смотреть? А я комментировал пентатрик Эрлинга Холланда. Как вам такое, дети? Михаил, а вы что делали? А я уговорил сына болеть за Спартак. Вчера у меня не было возможности поехать с Быстровым. Он меня не звал. В Грозном я тоже не был. Я вчера играл спектакль «День радио», которому 22 года. И у нас вчера смешно и не смешно на спектакле, когда группа «Бобры» исполняет песню, просто пропал звук везде. Ну, это же у нас лайф. Да. Пропал звук и инструменты, и микрофон. И даже рот они не открывали. Нет. Они «Бобры», конечно. Нет, они вживую играют, и они, значит, они так «А-А-А», и мы выбежали с Лешей Баратцем на сцену. Это такая, знаете, такая глупая импровизация, потому что зритель все понимает. Это наше шоу так называется. Да. Я думал «Аналитика». Это не «Аналитика», ты что прослушал название? Это «Футбол», брат. Это «Глупое шоу», брат. А почему это «Футбол, брат», вот неинтересно? Все вопросы к людям, которые нас наняли. А вот скажи, можно вас на секундочку? Подойдите, пожалуйста. Вряд ли она «Брат», да? Вы об этом? Спроси меня, спроси меня вот сюда, это что? Это что? Это «Футбол», брат. Спасибо. Это какая-то лажа, нет? Ну, какая-то... Так, давайте продолжим тему глупой импровизации. Что произошло? Да, да, и, значит, все в таком легком шоке, но мы делаем вид, что все хорошо. Вот. И вдруг какой-то зритель из зала, он обязательно найдется, всегда на любом спектакле, которое дело. Давай, что, давай, ага! И всегда так думают. Подождите, я уже не хожу несколько лет на спектакле. Что вы? Надо же на это отвечать, понимаешь? Надо как-то соответствовать этой ситуации. А поскольку у нас радиоэфир, и у меня вот родилась шутка. Я говорю, к нам подсоединился наш болельщик, наш радиослужитель из Перми. Ну, как бы мозг прям вот в этот момент, он как-то так заработал по-другому даже. И в этом что-то... Включился, да? Ну и провизация. Да, да, да. Такая прям настоящая, да. Ну вот. Миш, сейчас еще мозг у тебя заработает. Давай. Смотри, 207 человек было на матче, и мы поискали места в мире, тоже уединенные. И вот мы сейчас будем тебе показывать, и ты должен сказать, больше там людей, чем на матче Химки, или меньше. Итак, город Хорватский, город Хум. М на конце, не кратко. Он был Хумус. Он был Хумус. А потом Ус уехал к Якубовичу. А! Вот смело город Хум очень красивый. Да, да. Против? В Первом канале же особенно феерят шутками. Там прям есть шутать. Просто уже Костя сейчас вот две недели как бы работает на Первом канале. В кадре. Подожди, нет, секунду. Я работаю на Первом канале 10 лет. Нет, ну вот так в футбольном я виду шоу. В футбольном шоу. Да, но у меня не было штук. И поэтому тебе сейчас уровень шуток чуть-чуть не читаем. Не читаем. Не читаем, да. Ну скажи, как там на Первом канале? Расскажи, как там. На Первом канале удивительно. Что там, наливают кофе? Да, да. Нет, они в картонных коробочках. Одноразовые. Чтоб чашки не украли. Так, да. Значит, город Хум и город Хим. Хум и Хим пошли в лес. Это трактовка «Три поросенка» хорватская. Хум, Хим и Хам. Хум, Хим и Валерий. Кто лучше Дунул? Что ты хочешь, чтобы я увидел? Это как раз у нас вторая часть шоу «Продумывая». Где больше людей в городе Хум или в Химках на матче торпеда «Урал»? Ну, Барин бы задачи ставить, значит, ну, вот если это... Барин, у меня еще никто не наступил. Весь это... Скажи, это весь город вот этот вот? Да, вот слева все, что вот есть. Вот этот коттеджный поселок, это город. Да, да. Понятно, значит, там живет, наверное, ну... Один какой-то путанк. Один губернатор. Только один губернатор. Губернатор этого города. Губернатор и охрана. Повар и садовник. Но я думаю, что если в городе живет, там, ну, тысяча человек, наверное, то, я думаю, меньше пришло на матч. А вот и нет, в городе Хум живет 72 человека. Ты только что их перечислил. Губернатор с семьей и охраной его. 72 человека? Да. Но на матч пришло больше. Да. Никогда не в городе Хум. Ребята, если вы хотите умереть в одиночестве, приезжайте в город Хум. Идите на Хум. Или на матч торпеда «Урал». Итак, где больше людей? На матче в Химках или в автобусе «Необуст»? «Мега-Би-Эр-Ти». Или то, что бабушки называют «Гармошка». Да добавишь, это в Бразилии. Это же важно, что это в Бразилии. А, в Бразилии там много народу. Ну вот. Представляешь, Костя, было бы так на этот матч, да? Вот матч-тв вначале снимает приезд команд. Приезжает автобус с командой. Потом приезжает автобус с другой командой. Потом приезжает автобус со зрителями. И никто не выходит. Нет, я не могу со зрителями. Газель со зрителями. Газель, да, маленькая. Газель там хорошо уже. Газель со зрителем. Итак, сколько? Где больше? В автобусе, вот в этом месте человек? Чем в этом? В чем подбух? Не в чем. Наверное, в автобусе больше. 210 мест в автобусе, который называется «Необуст Мега-Би-Эр-Ти». Боже мой. Там, видите, написано «Анос». В принципе, это говорит о многом. Что написано? «Анос» вон написано. «Анос». Автобус идет в «Анос», если что. Извините, а вы до «Аноса». Да. Слушайте, а что началось в программе? В городе нужно одну букву заменить, чтобы получилось, сами знаете что, здесь вдруг «Анос», а не… Просто у вас, может быть, в пост воздержание какое-то, и у вас поэтому преследуют все такие ассоциации. Продолжаем. Где больше людей на матче в Химках или в составе симфонического оркестра Большого театра? Однозначно больше в Большом театре. Ну, давайте посчитаем. Дирижер, уже 206 остался человек. Подожди, ты так очень медленно начал, мы не закончили. С кольца начни. 60 скрипок. Нет, понимаете, треугольник, вот этот человек, который ездит, у нас гастроли в Токио, и он в треугольник. Нет, ну это все, ладно. 9 часов он летит, и он… Очень важный человек, ты понимаешь? Подожди, он хотя бы в колокольчик хоть там и раз 5 стучит, а в Литавры один раз может ебнуть. И все равно приезжают. Это же самая пьющая профессия, им же надо как-то не пить, понимаешь, один раз… Ну зачем его особо берут вообще человека с Литаврами? Зачем? Потому что в его кофре помещается два ящика виски. Реально? Да. А ты думаешь, зачем вообще он там нужен? Мама, почему ты не отдала меня в школу Литавр? Вы, кстати, ничего не понимаете. Эта штука не Литавры. Литавры – это другой инструмент. Это тарелки. Литавры – это другая хреновина. Я тоже гуглил. А, знаете, как я это сказал? Чувствуете, душненько стало? Опять вот немножко вот это нагучевское… Нет, ничего не душненько. Я сказал, что футболист поступил так, будто у него обезьяна, как Дамир Симс в голове с Литаврами. А мне сказали, что это не Литавр, это тарелки. Организаторы матча додумались и просто пригласили бы симфонический оркестр, то пришло бы не 207 человек, а 250 талантливейших музыкантов. Нет, я просто их видел. Это просто… Там, знаете, что самое интересное? Они блестяще играют, блестяще поют, заслушаются, засмотреться. То есть оркестр, который поет, ты видел даже, да? Ну, хор же еще стоит. С треугольником только дзынь. А-а-а! Ну, оркестр еще поет, ты знаешь, иногда. Да. Самое прикольное – это когда они выходят и когда они уходят. Ну, то есть начинается концерт, они начинают выходить. Все аплодируют. Да, долго очень. А поскольку они выходят очень долго, люди долго аплодируют. И они устают аплодировать. А они так по кругу ходят специально, чтобы… И в какой-то момент они перестают немножко аплодировать, а эти все выходят и выходят. Выходят и выходят. «Ах, ну давайте играйте». Они такие, блин, треугольник они разбудили. Бедут в отель, там человек спит лежит. Они «Вставай, нам вот это нужно». И так же уходят медленно, то есть кланяется дирижер, он уходит и потом они медленно начинают уходить. И они уже – да, когда же вы уйдете уже? Я никогда не достиживал до ухода симфонического. А никто не кричит «Уходите скорей, метро закрывается», не такое? Бывает. Ну все, бля. Бывает. Ты фанатов все-таки своих привел, да? Что-что? Ты привел своих фанатов, которые... А я как в «Зенит» в «Контакте» набираю людей, чтобы просто приходили на меня посмотреть. Я никогда не был в Большом театре, а там тоже есть такие, которые выкрикивают. Так, давай вот это вот, ерунду не надо, мне мурку, пожалуйста. Есть такое? Есть, конечно. Я думаю, где места подешевле, там сверху их не слышно. И последняя фотография для любителей классики тоже. Значит, сколько душ купил Чичиков у Плюшкина? Больше, чем 207 или меньше? Это сейчас прям... Не, ну а если кто-то закричит «больше», «кто-то меньше», кто-то их угадает. Если в зале «Гоголь» и человек такой «да, я тут». Нет, в зале есть Чичиков. Если в зале «Гоголь» и «Гугл», я думаю, что там общее число было какое-то там что-то полтора... Не, не полтора, а полторы тысячи. Господи, как давно это было в моей жизни? Ну, давайте это будет меньше. Сто девяносто восемь душ было куплено. Я попал. На грани. Я прошел просто на грани. Прошел на грани. Специально, специально, специально вот для любителей подушнить. По тридцать две копейки за душу. По тридцать две копейки за душу. Я беру это, беру это на себя. Поговорим теперь про тридцать две копейки, которые остались у меня в банке. Пожалуйста. Вот эта технология торпеда бы не помешала. Да, да. Конечно. Мертвые души? Нет, болельщиков. Так они так и делают все время. Ну, это Зенит просто захватило, то уже приписывают по пять, по десять тысяч. Слушайте, ну, мертвые души же и в российском футболе тоже есть. Мы уже убедились в этом, когда нужно было, так сказать, заполнить пустые места. Мертвая душа – это баринов, которые... В газете «Спортэкспресс» такое постоянно делали. Четыреста человек на матче торпеда – полторы тысячи. Да. Вы поняли «Спортэкспресс»? Итак, это не знаю, как сейчас, но раньше так и... Вот как ты доказал газету, которая еле концы с концами сводит. Ну да, ну куда нам, все нормально у них. Короче, мы здесь собрались ровно для того, чтобы поржать над Костей, потому что он все время проигрывает. И, кроме того, напомнить вам, что у каждого из нас несколько недель назад было по сто тысяч рублей. У Кота теперь чуть больше, у Кота чуть меньше. И мы при помощи нашей интуиции выигрываем и потом делимся с вами. В смысле выигрываем? Пока что мы по нашей интуиции проигрываем. Да, выигрываем. Михаил выигрывает и его друзья. А мы, Костя, как всегда с тобой. Вступайте в наши команды. Удовольствие, не обязательно выигрывать. Костя, пожалуйста, не перебивай, потому что я говорю зрителям, что нужно сделать, чтобы они заработали эти деньги. Вступайте в наши команды. Это у нас на нашем канале «Это футбол брат» в Телеграме. И в зависимости от того, чья команда победит, те пользователи и раздербанят выигрыш итоговый. А если наша команда Костя проиграет, мы просто обсяк пойдем трогнем в бане. Мы просто можем пригласить людей на веселые истории. За углом постоять там. А сколько можно выиграть, кстати? Сколько у тебя хватит интервью? Давайте мы лучше выясним, сколько мы уже выиграли или уже проиграли от наших девчонок. Да. И кто лучше всего считает деньги? Конечно же, девушки. Вам слово. Ставка Кости снова сыграла. Ура! А про две другие ставки мы, конечно, говорить не будем. Но зато мы скажем про Рому, который выиграл 17 тысяч рублей на матче «Ахмат-Локомотив». Рома, ты Ванда! Не Ванда, а Ванга. Да. Ванда – это бывшая порно-актриса и жена Икарди. Да. Но она наверняка тоже в больших коэффициентах разбирается. Как и команда гостей, которая в плюсе. Посмотрим, поможет ли спартаковский дух Михаилу увеличить банк. Ну что, погнали. Первый матч. Первый матч. Какой у нас в тему? Оренбург-Спартак. Оренбург-Спартак. Вот начнем, Михаил, с тебя. Значит, победа Оренбурга. Веришь ли ты в такое? Это фантастика. 3,6 фон Бет предлагает за победу Оренбурга. 4,05 за ничью и за победу Спартака 1,90. У тебя, напомните, сколько у нас у Михаила деньжищ? Уже денег дали, что ли? Уже да. Смотри, у тебя есть команда гостей. Банк, банк. Банк гостей. У меня банк гостей. До тебя тут... Я хочу снять сумму и уйти. Да. Так уже трое попросили. Так уже трое хотели сделать. Так. Ну, не знаю, они не на связь не выходят уже. Из того, что было предложено, они просто ушли. И сумму они не сняли. Вот только половину дел сделали. В общем, у тебя там примерно 140 тысяч есть. Да, но можно ставить не только на победу ничью или поражение. Можно просто играть на что угодно. А где играют? Играют там. Сейчас как Игорь Шалимов. Так, в Оренбурге. Когда? Газон. Газон. Плохой, кроты вылазят. На Руси праздновался Соболев Забивака. Соболи в этот день выходили в штрафную и падали, как скошенные. Но с помощью Промеси. Промеси. С помощью Промеси они поднимались и забивали. Ну, нет, я поставлю на победу. Подожди. Смотри, ты можешь по-моему выдумать любую ставку, и тебе скажут коэффициент. То есть, ты можешь поставить условно, условно, что будет гол Промеса, гол Соболева, что там, я не знаю, угловые, там и карточки, что угодно. Это не обязательно, это просто Костя, чтобы сэкономить время, сказал только три результата. А так я зашел в приложение Букмин. А лучше, что я говорю, он берет на миг деньги. Там есть 150 ставок на один матч. Просто, вот, Миш, что хочешь, у тебя в голове появилась ставка. Точно это будет, и я сейчас это найду. Спартак выиграет. Со счетом в Оренбурге, там же сейчас Жижа. Там поле искусственное. Что? Жижа. Актер Жижикин. Жижикин, да, Игорек, привет. Он там сейчас. Я думаю, что если там искусственное поле, значит, все-таки Соболев может сунуть головой. Так. Вот он не подскользнет. Соболев сунет головой. Да, есть такая ставка. Просто Соболев сунет. Но Оренбургу сунет головой. Оренбургу будет западло. Так. Они, значит, побегут, и в конце первого тайма, на минуте, там, 44-й... Ты записывай, это такая ставка. Да, это аналитика, аналитика. Это такая ставка. Это не аналитика, брат. Впихнет между ног Джики. И что-то впихнет. И так Максименко сделает. Ну, ёкарный. Итого Оренбургу. Потом 1-1. Второй тайм начинается. Ага. Какой интересный футбол. Я даже прямо... Это аналитика, брат. Давай. Вот. Стопная. Ничья в первом тайме, например. И комментатор будет говорить, почему Спартак не делает замены. Кстати, это я. Почему Спартак не делает замены. Я комментирую, да. А я ему с другой стороны интересую. Да еще раз скажи. Почему Спартак не делает замены. Миша, я клянусь, я специально так сделаю несколько раз. И меня сделай, передай мне. Давайте замажемся, что Нагучев три раза скажет во время трансляции матча Оренбург-Спартак, почему Спартак не делает замены. Самое главное. Слышишь? А, Кость, а представляешь, начнется... Итак, идет сорок седьмая секунда. Очень мне интересно, почему Спартак не делает замены. Вот я об этом хотел сказать. Либо начнется другая фигня. Абаскаль начнет фигачить со всех сторон. Там в первом тайме сразу замена. Потом обратно. В перерыве еще две. И я такой... И он скажет, что Абаскаль смотрит наше шоу. Он подставил меня. Нет, он подключен к эфиру, он слушается. Абаскаль, да, да. Когда же он заткнется? Что ж такое-то, блин? Почему он хочет, чтобы я сделал замену? Переведите мне это говно, я не могу понять. Вот. И во втором тайме, когда Оренбург подсдуется... Так. А где у Михаила шар вот этот, по которому он будущее видит? Под столом я таро поставил. Не надо. Не надо. Вот. Промис будет скучать там ходить, значит. Обозначать активность. Так. Вот. Но ребята там, Зиньковский, еще этот Денисов молодой. Они сунут, и он так побежит. А бегает он быстро. Так. А с этим у нас проблемы. И. И он побежит, 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 побежит. И они так бэнс туда, бэнс туда. И на 79-й минуту он бэнс туда. 2-1, Спартак победил. Миллион. АПЛОДИСМЕНТЫ И так еще из... Кость, это всегда так, знаешь, в русской сказке все хорошо кончается. Выходит богатырь. Да. Особенно если их рассказывает еврей. Да. И там еще будет смешно, что в конце, когда Промис забьет, к нему побежит Соболев. Прости, можно я на тебе покажу? И вот так вот задушит его объять. Итак, есть несколько вариантов. Ничья в первом тайме. Победа Спартака, да? Победа Спартака итоговая. Спартак победит во втором тайме. Счет 2-1. Тотал больше двух с половиной. Короче говоря, вариантом Михаил выкидал миллион. Выбирайте. Один какой-то. Еще два. Еще раз. Я плохо перевожу. Вот ты вот все, что наговорил, это пять ставок. Выбери одну ставку. Или ничья в первом тайме и победа Спартака во втором тайме. Это будет коэффициент около пяти, наверное. Да, где-то около пяти. Около пяти будет коэффициент. Или тот... Еще гол Соболева-Головой это отдельная ставка. Гол Соболева-Головой. Или гол Соболева-Головой. Это тоже все... Промес задушит Соболева. То, что сунет головой там есть? А, там сунет, сунет, да. Сунет головой. Я ставлю на победу Спартака 2-1. 2-1. Спартак победит со счетом 2-1. Хорошо. Можно я? Сколько денег? Сколько денег? Сколько денег? У вас 144 тысячи. У вас, я имею в виду, у всех, кто приходил сюда, еще придет. У россиян. У вас, у россиян, 144 тысячи? Осталось. У вас осталось 144 тысячи. У вас осталось 144 тысячи. Сколько денег ставить? Да. А вот, например, если... От 100 до 800 рублей. Ну почему? Да я шучу. Шучу я, подожди. Мы примерно ставим 3, 5, 10, 15. За счет 2-1 в пользу Спартака коэффициент 9. То есть вы выиграете в 9 раз больше, чем поставить. Ребята, так, как будто я математику учил в школе. Давайте поставим... Можно 20 тысяч поставить? Да. Можно, но тебе поканет Катя Шпица. Это много? Никто никогда не видел 20 тысяч. Но это... Это чужие деньги. Это чужие деньги. Такое ощущение, что я сейчас в... Это сейчас в бюджетник сейчас. Это мои друзья из клуба «Что, где, когда». Они все знают. Михаил Борчевский сейчас такой. Это чужие деньги. Бялка, прекрати мне тут. Давайте поставим... Ну, что, 10 тысяч поставить. 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. А если он будет 90, он выиграет? Да? На 2 минуты. Тогда мы пойдем по команду гостей в рабство. Мы тогда пойдем, встанем возле кальянной. И будем просить не сливать вот эту воду. Потому что мы ей питаться будем. Вот этой водой из кальянной. Попросим их командой петь песню. Оренбургский буховный 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 бухов. Я любой денежки рад. И у меня такое положение, я любой денежки рад. После победы ЦСКА за руб 60, ты теперь любой денежки рад, да? Я вообще просто там... Давайте, давайте, давайте. Кстати, Оренбург до этого вынес Сочи 4-0, поэтому я уверен, что они не остановятся. Они забьют. А, за случайность. Обе забьют. Сколько это тысяч рублей? 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Хорошо, обе забьют. Я тоже 10 тысяч ставлю. На что? Просто 2,5 больше. Total больше 2,5 больше. А я ставлю, что в первом тайме будет больше полутора голов. И ставлю 7 тысяч рублей. Хираси. Давай 10. 2,15. Какие-то 7, ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо. Что это ни туда, ни сюда? Великолепная семерка он поставил. Нет, ни туда, ни сюда. Это 7 315 рублей. Поставь 7 315 рублей. Я ставлю 7 315 рублей на Total больше полутора в первом тайме в матче Оренбург-Спартак. Прекрасно. Итак, это был Роман ни туда, ни сюда Нагучев. А мы продолжаем. И мы решили, что мы будем вручать... У нас мало наград в российском футболе вручается. И мы решили вручать бро недели. Каждую неделю мы выбираем футболиста, игрока, футболиста. Трех человек, что ли, мы выбираем? Одного. Но это все в одном. Три в одном, как мой шампунь. Бро, игрока, футболиста. Это три разных человека. Знаешь, Миша, кого они выбрали в прошлый раз? Дзюбу. Он там только футболист. Ребята, я пойду, я не могу. Мы их, кстати, разыгрывали, попросили написать комментарий. Там что-то как-то было вяло в комментариях. Поэтому в этот раз... Поэтому мы сошли футболку Дзюбы. Мы не сошли, мы ее оставили. Но мы ее как бы плюсом к следующей футболке. И вот сейчас, мы как на Оскаре, но только сидя. У нас есть конверт. Так. Конверт, в котором есть имя футболиста. Так. И для начала давайте назовем номинантов. Михаил, у вас есть текст. Вот. Итак, номинанты на премию Бро недели. Только надо прочесть, как будто это вручение Грэмми или Оскара. Я ни разу не вручал ни Грэмми, ни Оскар. И еще бы ты работаешь на первом канале. Итак, наш первый номинант это Квинси Промес. За 100 голов за Спартак. И вернее за 102 гола за московский Спартак. Ваши аплодисменты. Приятно аплодисменты, приятно. Дамы и господа, мы продолжаем. Следующий номинант это... Следующий номинант это Антон Заболотный. И просто его гол. Зе, легенда. И никто почему-то не аплодирует. Ты аплодируешь. Ты, вон тот мужик. Ура. Наш третий номинант это Бута Магомедов, который забил голов Зениту в одном матче больше, чем некоторые клубы РПЛ за весь сезон. И четвертый номинант. Мы ему не аплодируем. Почему Бутину гол? Забил гол Зениту. Прекрасно. Много голов. Теперь ты, мэр Химок, вот такая. Заслужил. Как минимум. И Дмитрий Баринов за то, что так и знал, чем все кончится. АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь наш конверт. И я позволю вам. Михаил, кто у нас Бро Недели? Не горит рука? Нет. Ничего не горит. Бро Недель. Кто у нас Бро Недели? Мне очень нравится в этом Оскаре, ну, кто смотрел, когда они начинают всех благодарить. Угу. Господа Бога, да вот это. Господа Бога, маму, соседку, соседа подачи. Ну, вы можете кого-нибудь поблагодарить сейчас. Собаку. Хочешь кого-нибудь поблагодарить сейчас? Спасибо, да. Я хочу сказать спасибо, что вот этот футболист, именно этот футболист получает эту награду. И я сейчас назову его имя, но прежде всего, конечно, хотелось бы поблагодарить всех тех людей, которые пригласили меня на эту церемонию. Всех зрителей, которые стоят здесь. Всех операторов, которые снимают. Хочу поблагодарить... Яндекс.Такси за то, что довезли меня сюда. Да, ваших прекрасных двоих авторов, веселых людей. Прекрасная дама, которая делала мне кофе. И вообще, прекрасная дорога, к которой я ехал сюда и думал, что я еду к вам на шоу, это что-то значит для меня. Вот, в этот момент кто-то сзади должен ударить мне по голове, потому что я перебрал стаймерку. Итак, победитель. Квинс и пробег! А это значит, что все наши подписчики могут выиграть футболку нашего Бро Недели. Квинси Промес становится Бро Недели. Как бы так закрепить, чтобы было видно, и она не упала? Вот так. Вот так. А, закрепил, да? Про то, как выиграть эту футболку, мы расскажем по ходу нашего выпуска. А я думал, вы мне ее подарите. Нет. Нормально вообще? Надо тогда... Значит, тогда вот как. Тогда вот как. Михаил, вы идете домой, когда заходите... Включайте компьютер. Комплюхтор. Вот так. Включаете. Значит, заходите на этот футболбрат, нажимаете, жмякаете на подписаться, колокольчик, ну, я знаю, что вы уже подписаны, и пишите комментарий под этим видео. Какой? Я скажу по ходу нашего шоу. Чтобы выиграть, да? Есть специально победный комментарий, чтобы выбрать. Да. Все куплено, конечно. Кстати, классно получилось по поводу объявления номинации. Может быть, как-то еще продолжим эту тему? Пожалуйста. Миш, у нас есть традиция, у нас гость всегда читает новости. С удовольствием. Ты готов? Конечно. Все, давай, значит, давай. Знаете, я когда начинался творческий путь, был кастинг, и меня позвали на канал Культура читать новости. А до этого там солидные ведущие, ну, в костюмах. Меня, значит, одели, значит, в костюм, прям реально, рубашечка, галстук. У меня волос так торчком стоит, еще больше было кучеряшек, значит, вот так вот. Мы помните, я когда-то был молодым. А я помню, я смотрел сериал «Простые истины» в детстве. Да. Ты вырос на моем творчестве. Я практически до сих пор его спросил. А он еще идет. Именно поэтому меня поставили на матч. Там 50 серий, конечно, он идет еще. Да, да, поэтому меня поставили на матч «Оренбург-Спартак». Я сел, и у них там аппаратка, значит, сел, и я говорю, новости культуры. Сегодня в Большом театре произошел концерт. И я слышу, что они там ржут, и один другому говорит, слушай, убираю его, это невозможно. Так вот я лишился, понимаешь? Нет, представляешь, пришел на канал «Спас» и читал бы «Православные новости». Нет, представляешь, пришел на канал «Культура» на кастинг, говорит, а там из аппарата говорит, «Гони его нахуй». Я понял. А кто это сказал? Это я, директор канала и через зубы сплюнул человеку. Через секунду новости культуры, да? Новости культуры. Так, а нам же нужен образ человека, который читает. О, ведущего новостей культуры. Нет, наоборот, подожди, учитывая то, что будет читать Миша, представь на секунду, что это читает диктор из Афганистана, вот эту новость. Из Афганистана? Ну да. Я ни разу не видел диктора. На русском. На русском. Ну да. Ты так думаешь, афганцы разговаривают? На русском, да. Мы не начали. Ну смотрите, варианты, как вы скажете, А как культура? Вот новости, как на кастинге, на канал культуры. Итак, новости центрально-азиатской культуры. Поехали. Добрый день, дорогие друзья, в студии Михаил Полицеймака. Сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации ЦАФА. ЦАФА. КАФА. ЦАФА или КАФА? ЦАФА, это было бы в Израиле. ЦАФА. ЦАФА. Футбольная ассоциация это подпишет. ЦАФА среди мужчин. Это важно, потому что среди женщин турнир уже проводился. ЦАФА. Соревнование пройдет с 9 по 21 июня этого года. Дальше можете менять, Жанна, кстати. А как... Представляешь, там примут участие... Вообще, ты знаешь, какие команды там примут участие? ЦАФА. ЦАФА. Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Афганистан. Дальше будет любимая рубрика Тимура. Какая? Определи страну по блюду. Вот. Просто когда играли в Европе, все было понятно. Пицца это там Италия, коньяк, Франция, не знаю, Финляндия, замороженная треска какая-нибудь, не знаю. А я только по алкоголю страны определяю. Я вот, например, я точно могу определить все страны по алкоголю. Следующая. Венгрия. Афганистан. Венгрия. Ну какой Афганистан, алкоголь по смерти, что ли? А как я могу там определить? Любой. Любой. Любой алкогол. Что найдешь? Какой ты привез с собой, вот тот и пьешь. Так, прекратите балаган, как говорит моя мама, она учительница. Вот, спасибо. Мам. Прекратите балаган, так говорит утром охрана, когда из клуба балаган все выгоняют. А или когда распадалась группа балаган лимита. Так, все, прекратили балаган. Ира и Таня, пожалуйста, тестим на Тимуре. Опа. Видели? Смотрите. А я и говорю, отлично. Глаза, глаза загорелись. Красивые девушки выносят еду. Так. Удачи, пожалуйста. Так, Тимур, условия такие. Значит, нужно угадать, к какой стране относится это блюдо. Это разница. Это страны этого турнира. Центральная Азия. Слушай, вот это я точно знаю, вот это я точно знаю. Это какой-то свадебный плов. Так. Да, 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 это Узбекистан, по-моему. Почему? А почему-то там оттуда горько слышно. Но там тоже плов. О, река из плова. Там тоже плов. Вот здесь тоже вот такой, да? Да. Ну вот это, вот это точно, вот это точно Афганистан. Да, да, это похоже. Почему? Ну, потому что это хуйня какая-то. Я даже не знаю, что это, потому что я не могу определить, что это. Это Таня приготовила. А, так это Таня из дома принесла, и она думает, что это афганское блюдо. Она такая, это вообще-то оливье. Это похоже на дагестанских хинкал очень сильно. Вот эти кусочки теста и вот это мясо такое все гуртские народы. Дагестан участвуют. А если честно жжет галнаш чекенский? Я преклоняюсь перед продюсерами, которые искали ресторан афганской кухни в Москве. В смысле искали ресторан? У нас тут один афганец живет. Ты думаешь, когда ты куришь, это откуда привезли? Я не курю вообще. Да, да, да. Во-первых, я не курю вообще. Хорошо. Итак, давайте, давайте ответим на вопрос. Так, вот это я думаю, вот это я думаю, вот этот узбекский, а вот это какой-то таджикский или киргизский. Хорошо. А мне кажется наоборот, они с изюмом любят узбеки. Вот узбек сказал, мы с изюмом любим. А там и мясо есть, йо. Конечно. Да, если бы не, это была бы кутья тогда. Это уже не очень другое блюдо. Это? Узбекский плов. Узбекский плов. Так, афганское оливье теперь попробуй. Нет. Я не буду там лук есть. Скажи, а на тебе всегда еду проверяют? Да, Да. еще на нем. На мне два раза, это первое и последнее. Еще на нем куртки меряем. Да. Слушай, ну вот это точно не узбекский, тут специи другие. Да. В узбекском специи такие. нет, не два узбекских точно. Я говорю, не узбекский, ты не слышишь уже? Да. Это или Таджикистан, или кто там еще? Или киргизия. Или киргизия. Киргизия, да. Помощь зала. Кто, давайте так, у кого во рту росинка не валялась? Нет, кто кладет целые перчики... Давай вот это будет Таджикистан. Кто кладет целые перчики... Таджикистан. Узбекский плов и афганская... Черт и что, да? Что? Мне подсказывает служба информации, что это тоже узбекский. Не, не, это не может быть узбекский. Тут узбеки не кладут такие перчики маринованные. Значит, смотри. Да, но у меня консультанты узбеки. Заканчиваем... Вот такие у тебя консультанты. Да. Заканчиваем пичкать тебя рисом. Ты уже так фаршированный стал. Значит, самый дальний, вот этот, это кабульский плов. Да? По центру... По центру у нас киргизия. А кабульский плов, потому что это не изюмашечки, Точно, киргизия, они же... Киргизия. Лошадники, да. Это, да, хотел сказать бигтейстинг. Это бигтейстинг. Это бигтейстинг. Нет, это козы же. Это бешбармак. Бешбармак. А третье это узбекский плов. Я никогда его не видел. Но, чтобы тебе было не так обидно, узбекский плов из Дагестана. О чем это говорить, знаешь? О чем? О том, что я не буду смотреть этот турнир. И не поеду туда, останусь в Москве. Есть... А давайте, когда... Знаете, что потом произойдет? Давайте мы запомним вот эту реплику. Я не туда не поеду. Я не буду его смотреть. И потом следующий кадр. Тимур идет в Афганистане по рынку. Покупает старый калашник. И говорит, это футбол-брат. Мы на турнире Центральной Азии. Тимур ведут по рынку. Скажи, а можно, пожалуйста, забрать тарелку, а то Тимур отвлекается от шоу. Сильно. Когда заканчивается? Закругляйте шоу. Давайте. А я пока вот что вам расскажу. Аналитическая группа РБК исследований рынков подготовила восьмую волну рейтинга российских букмекерских компаний. В него вошли только российские букмекерские компании, действующие на основании лицензии ФНС. Федеральная налоговая служба. Здравствуйте. При этом из финального рейтинга были исключены компании, которые получили низкие баллы, менее 10. Первое место занял Никвинси Промес, а наш Фон Бетт. Тоже красно-белый. Давайте я вам скажу. С рейтингом 90.2. Рейтинг 92. Для сравнения второе место 62.8. Не разыгрывалось. И только на пятом месте. Разрыв 30 очков. Зениту и не снилось такое. Наоборот, такое снилось Зениту. Они мечтают такое снилось Зениту, Краснодару и Спартаку. Такое снилось 62.8. Да. Это очень тонкий, тонкий. Спартак опять победил. Очень тонкий. Извините. У Спартака другой букмекер. Другой, по крайней мере. Да, с рейтингом 62.8. Видлайн у Спартака. Мы нельзя это слово произносить. Я даже не слышал ни разу. У нас за мат 2000 рублей, а за произнесение этого слова 60 сразу вычитает. И стул так проваливается туда, уходит. И обратно в Коммин Шоу человек. И там в подвале Коммин Шоу снимает продолжение, да? И там Нобель такой, а ты откуда здесь? Все равно. Ну что, поздравляем фон Бет? Да. Я надеюсь, знаешь, из этих 90,2 вот эти 0,2 это мы добавили. Да, это конечно, нет, 0,2 это от тебя, а от нас так. Привет. Катя Шпица добавила 90 на наших глазах, ребят, здесь две недели назад. Миш, расскажи, пожалуйста, о своем вообще каком-то опыте в спорте, есть ли он у тебя, и какому-нибудь смешному спорт. История связана или со спортом, или со спортсменами, или с твоим болением за Спартак? Ну, я, слава богу, профессионально спортом не занимался, у меня как-то так, ну, я благодарен родителям, потому что у меня все было дозировано, там, 6 лет плавания, там, немножко футбола, немножко настольного тенниса, я играю практически во все популярные игры, и настольные игры. Короче, они тебя готовили к лету на пляже? К театлону. Да. Чтобы ты умел, все, там, карты умеешь играть? Ну, не очень. Все, шашлык? Шашлык тоже не очень. Все. Я заказываю. Ну, короче, отпуск был не в Сочи, а в Геленджике, например. Нет, я свое детство провел в Крыму, с 82-го года, я там каждый год жил в поселке Планерска, сейчас это называется модным словом Кок-Тебель. А, Кок-Тебель. Я известен тем, что мы работали на аттракционах, и я собирал билетики. Ничего себе. Помните, машинки вот эти вот. Да, да, я ходил, собирал билетики, уже с 14 лет работал. Потом сжигали их, как спекулянта. Нет, съедали, как в этом фильме. Там, где Маргунов. сдавали, еще через черный ход водили за 3 рубля кататься люди. Ничего себе. Я неплохо поднимал. Вас могли в детстве посадить же, да, получается? Да. Но не посадили. Это наш кружок юного коррупционера. Как заработать левых денег, когда вам еще не дали паспорт? Но каждый день я играл во дворе в футбол. Каждый день у нас была команда, сыгранная команда, а поскольку все-таки я учился в музыкальной школе, я шел в музыкальную школу через свой двор. И мама мне давала красивые штанишки, красивые ботиночки, не кроссовки, а ботиночки и рубашечку. И я шел мимо с папочкой, и мне все говорили, Мишань, да забей ты на эту музыкалку, пойдем играть. Я бросал, значит, ноты играл, приходил грязный, весь помятый. Домой мама говорила, где ты был? Я говорю, очень тяжелая музыкальная школа. Очень тяжелая музыкальная школа. АПЛОДИСМЕНТЫ Но у нас, вот что, вот хорошее такое воспоминание, у нас были театральные турниры футбольные. Это типа медийка? Ну когда, да, пьющие, пьющие, толстые, значит, артисты собираются раз в год, одевают, натягивают на себя форму. С вечера не пьют. Немножечко с вечера, типа, не пьют. А в твоей команде был хаид? Это ваша команда? Когда я играл за квартеты? Нет, ну, О, а профессиональный футболист, А ты можешь собрать вот топ-5, не знаю, сколько в медийке сейчас выходит на поле? Ну, 11. 11. Ну, мало ли, может, они там... Нет, давай в мини-футболе. В мини-футболе. Вот собери топ-5 футболистов-актеров. Ну, вот, я могу такой... Ну, ты тренер, допустим. Давай в школу. Не, я массажист. А, даже так? То есть, он будет даже тренер. Я вот эту ногу вот эту на себе. Просто помять. Тогда это пошутил у тебя в команде. Нет, уже нет. Ну, он был когда-то. Он тренер, да. Все, я помню. Я, кстати, играл с ним в футбол когда-то. Я играл с ним в футбол. Ты играл когда-то в футбол? Так, значит, время на 30 секунд. Перестаю с ним разговаривать. Желтая карточка. Бан, так. Бан. Топ-5 футболистов-актеров. Я как барин. Своя, да, медийная команда. Даже так, президент клуба. Я молодых плохо знаю. Ну, давай стариков. Ну, давай так. Стариков. Давай, ФК Корвалол. Пумпан для сердца. Пумпан для сердца. Луч усталость. Значит, очень, ну, понятно, Барацхаид. Барацхаид. Давай туда еще. Это два разных человека. За два пальца. Да, я два пальца. Это два разных человека. Барацхаид. Это не Борч Бруевич. Это не диагноз. Это тоже милый. Это не Катин Ярцев. Реакция Барацхаида произошла. Барацхаид. Я бы туда добавил, конечно, Лешу Аграновича. Агранович. Из футболистов сейчас, подожди, я пройдусь. Пока сборная Израиля получается. Сейчас, подожди. Ты и Фрады сборной Израиля сейчас соберем. Или и сборная Одесса. Хапоэль. Хапоэль. Очень неплохое, дурацкое слово не было, он наверняка играет. Мы с ним вместе работали в театре, потом он работал, работает комментатором Олег Масалев. Да. Если вы знаете Олега. Конечно. Мы друзья, мы вместе сидели в одной гримерке, и мы вместе с ним выиграли летний кубок в 99-м году. театрального турнира. Олежек. Олежек, молодец. Он такой, знаешь, он такой абсолютно, он занимался футболом, и он прямо заточенный человек. Вот он сразу говорил, дай пас, я забью. Я говорю, почему так всем не уверен в этом, Олег? Ну почему так? Он причем справа, и он так... Потому что саб-команда соперников не приходила. Дай пас, я забью. Они не верили тоже в Масалева. И он бежал по флангу, он даже никого не обводил, бил и забивал сразу. Никого не верил. И иногда я ему не верил, он мне говорил, дай пас. Я говорю, подожди, сейчас мы, подожди, сейчас мы пройдем вперед, сейчас какая-то комбинационная атака, сейчас с откатом назад. И он говорил, что ты мне не дал, я бы забил. И когда один раз он мне сказал, ты мне пас, я забью. Я так на него посмотрел, думаю, ну совсем дурачок. И он побежал и забил, представляешь? Я так его смотрю, как чудо. Он бил, ну правда дурачок. А тогда еще было модно, помните, в футболе, когда забивали, футболисты выходили и делали вот так вот. Ну, показывали, что ты не строг. Я Масалев. Масалев, и он мне. Вот, Масаль неплохо. Ты можешь команду включить Соболева, он падает, как актер вообще. Да. Он на поле лежит, я тебе скажу, это в хат. Да. И Соболев все. Будет Соболева брать, или он слабее, там кто-то его спасет ли. Нет, Соболев послабее, ребят. Да, ну давай все. Нет, ну вы же из артистов спрашиваете. Из артистов, ну да, да. Сейчас, подождите, 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 подождите. Очень неплохой, но он прям ветеран футбола. Мой друг Слава Разбегаев, прекрасный актер. Мы лет 15 назад с ним неплохо комбинировали. Да, неплохо комбинировали, но мы играли... В принципе, актер. В смысле, какой нахрен актер, да? Не буду включать его в эту команду. Нет, Славку бы я добавил. Славку бы я добавил, и еще бы добавил, наверное... А, на ворота Камиля была, Ирина Посолова. У нас прекрасный голкипер. Все. Кстати, кого бы из актеров вы хотели видеть у нас в программе, пишите в комментариях, а прямо сейчас... Новость. Новость. Я только, знаешь, попрошу тебя, новость из Англии. Можно... Немножечко. немножечко. Окей, guys, this is Michael Politsimaco in the house. Послушай, ты хочешь, чтобы ты сейчас такую запевку сделал, чтобы я это быстро перевел на английский? окей. Ты должен шотландским акцентом. Квань, давай, Майкл, how are you дела? Thank you. Thank you, fine. У меня есть история про моего друга, с которым мы пришли, а у него, он, ну, как бы, плохо на английском говорит, и ему, он, по-моему, там, закурил или что-то сделал, и ему говорят, здесь нельзя курить. Он такой, а вай. А вай, да? На английском ему говорят. Из всех выпусков, вот, Виталий Мутко понял только вот эту часть. Итак, новости из Англии. Подожди, я вспомнил еще одну историю. Вот ты меня сбил сейчас. Подожди, начало, значит, перестройки, и российский академический молодежный театр едет первый раз в Лондон на гастроли. Вот, они в шоке, значит, летят в Лондон. Вот, естественно, они в этих наших костюмах, в тройках. Ага. Инженеры, помните, так, ходили? Да, да, да. Значит, значит, Леша Кузнецов и Сережа Серов говорят, пойдем в ПАП. Он говорит, пойдем. Они не знают ни английского, ничего, у них напротив гостиницы ПАП. Они заходят, там, значит, сидят англичане, и они, ну, эльфы гачат весь вечер, там, одну кружечку разговаривают. Они подходят к стойке и говорят, «Тубир». «Тубир». Он так, «Ну давай, дорогой, долетели, все отлично, тяжело летели, давай так, тубир». Он так, «Давай, чтобы гастроли прошли хорошо, чтобы мы хорошо сыгрались». «Тубир». Тот так на них смотрит и говорит, «Where are you from?» Он что-то спрашивает, он говорит, «Тубир». «Тубир». «Давай, чтобы все хорошо, обратно вернулись». «Оп, оп, оп, оп». Тот смотрит в шоке и говорит, «Where are you from?» Тот не понимает, ему говорит, «Еще по одной, и мы сядем». «Это стартер был, да?» «Поэтому понимает». «Мне всегда нравятся вот английские новости, что американские, они очень радостные. Даже если новость коровая, они даже не кронолок читают. «Да, да, да». «Он, необычный способ разрешить конфликт». «Защитник Сандерленда вместо выяснения отношений решил поцеловать соперника в губы». «О, слушайте, ну, я видел это видео где-то там, ну, знаете, в коротких, во всяких. «Видели видео, да? Говорили, как на первом канале?» «Да, втолкались, толкались, и он поцеловал. Я не знаю, почему у меня в рекомендациях такие видео. А вы помните, как гений Тайсон поцеловал чувака? И выиграл... Нет, это его легендарный бой, когда они стояли друг напротив друга, но это и есть, посмотрите. Он стоял, и он к нему потянулся, и тот от ужаса отпрянул, и все, и он упал сразу. Там бой шел 12 секунд, что ли? Кайф. Да, 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 посмотрите, это гениальная история Тайсона. Он его развел, но не поцеловал. Это ты поцеловал, собака? На самом деле, я сейчас посмотрел по поводу этого поцелуя, вот что подумал. Вы видели же, в Англии, от Трауре, да, дома он мажется маслом, чтобы его перед матчем, чувак намазывается маслом, чтобы его не хватали, ну, даже если схватили, он такой, как, еще быстрее, как мыльце в тюремном душе. Ну, так, выскочил. Ну, это, можно мазаться маслом, это разрешено? Ну, а это не запрещено. Ну, а что, где такое запрещено? Подожди, хорошо, ладно, давай так, может быть тогда, ну, я не знаю. Барсучим зыром намазаться, если надо. Ну, чтобы к тебе плотно не играли. Чтобы подванивало еще. Чтобы подванивало такое. Не мыться, не мыться, не мыться, не мыться несколько недель, чтобы на стандартах тебе подходит человек, типа, плотно с тобой играть, а от тебя просто, как в метро, знаете, когда люди, вот это, у меня, знаешь, когда ты заходишь такой, вагон забитый, такой, о, а там свободно, и потом понимаешь, почему там свободно. И тут же, на угол, приходишь, 11, не 11, а 10, без вратаря, неприятно пахнущих мужчин. И к тренеру говорит, играйте плотнее. Не, на самом деле, закрывай его, закрывай его. Там человек умирает. Ну-о-о-о! Это так, вчера ты описал матч Динамо-Зенит, что ли, или что ты описал? Нет, 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 я вам честно могу сказать, на матче не пахло. Ну нет, ну что, ну, а как вам будет сейчас? Кстати, вот не только о футболе, знаете, видели, даже потихоньку возвращаются спортсмены, сборную по их фехтованию вернули на международные соревнования сборной России. Дай бог. И наш любимый Виталий Милонов пишет... Которого мы здесь ждем. Мы ждем очень, Виталия Милоновна. Да, кстати, ждем, да. Прояснить некоторые вопросы. Мы держим. Да? Держитесь. Значит, вот что пишет Виталий Милонов. Хотелось бы, чтобы наши фехтовальщики надрали жопу английским щеглам, да так, чтобы они сесть не могли неделю. У меня вопрос к Виталию Милонову. Вы вообще понимаете принцип фехтования? Виталий, приходите к нам. Разъясните, пожалуйста. Да, разъясните, что вам сделали щеглы. Так, ребят, поехали. От щеглов к матчу «Локомотив-Краснодар». Кто кому там надерет жопу, давай. Да, в этом, собственно говоря, вся и история. Послушаем, что думают все 207 человек, которые ходили сначала на матч «Торпеда-Урала», а теперь тут. Поехали. У нас люди в студии. Так, кто у нас там? Вот. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я выгадаю, как вас зовут? Попробуйте. Александр. Нет. Близко, нет? Далеко нет. Что за имя будет? А хотя есть одна хотя бы у тебя буква? А есть вообще близкое имя к Александру? Какое? Игорь. Что происходит? Александр второй. Алексей? Алексей. Потом просто Сей. Сергей. Нет. Нет, Юрий. Нет. Нет. В общем, ладно, я не угадала, как его зовут. Игорь. Ром, его зовут Игорь. Игорь, реально? Это очень близкое имя к Александру. Окей, посмотрим, сможете ли вы угадать что-нибудь. Какую ставку вы порекомендуете Михаилу? На Спартак. Да, матч «Локомотив-Краснодар». Спасибо. Старки на Спартак. В матче «Локомотив-Краснодар» победит Спартак. В принципе, это похоже на любую мою ставку. Отвечает Игорь, пожалуйста. «Локомотив-Краснодар». Победит Спартак, отвечает. Победит «Локомотив». Надо знать, что принесли в студию. То есть вы не хотите, да, чтобы Михаил выиграл? Хорошо, так, у вас другой человек. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. А вы угадаете. А я нет, сложно. Нет, нет. Александра. Почти. Анастасия. Ну ладно, кто выиграет? Выиграет дружба. Ничья будет? Да. Окей, обе забьют? Да. В общем, вполне возможно. Михаил, подумайте, да. Ничья и обе забьют. Ничья и обе забьют. Но у меня может быть свое мнение? Конечно. Никогда. Это Россия, здесь у каждого может быть свое мнение. А-а-а. Да-а-а. Классно. Значит. Но это мнение должно быть такое же, как у всех. А Дзюба же три забил, да, вот кому-то. А потом ничего не забил. Кому ничего не забил. Мне кажется, он тоже не забьет в этом матче. А Краснодар мне нравится. Но они в Москве играют, имей в виду. Локомотив Краснодар. Они играют в Москве, да. Поэтому там давить, наверное, конечно, ну... Локо мне напоминает такую вот немножечко остывшую манную кашу иногда. Угу. То есть как бы вот ты... Вроде каша, вроде комочек. Вроде каша, но она немножко остыла, да. Комочек есть. А Краснодар, он такой борзый. Но хотя, конечно, в Москве они подзуются. Поэтому мне кажется, что они так начнут сначала, аккуратненько. Вот. И... И как кончат, скажи. Кончат... Вместе. А вот. Но в какой-то момент, значит, Локо, наверное, забьет. Локо, наверное, забьет. Может быть, это будет даже во втором тайме. Мне нравятся сценарные прогнозы. Да. Сценарные, да. А я же вас слушаю все время, что вы говорите. Во втором тайме... Что они им делают замены? Да. Во втором тайме у крайнего полузащитника появится отец. Особенно, я помню, когда нашу сборную надули Словакии, и сидело огромное количество аналитиков, которые сказали, в нашей сборной есть большой потенциал. Что ты думаешь, какой будет счет? Я думаю, все-таки наши победят 2-1. Я так слушаю, слушаю, и даже верю в какой-то момент. Ну, как рассказывает убедительная. Мы сейчас тоже верим, что ты прям предсказываешь прогнозы. Да, я предсказаю. Поэтому мы-то имеем в виду, что мы в понедельник будем искать тебя. Но в итоге... Все из студии. А я в понедельник не в Москве, я в понедельник в Грозном. Но в итоге... Я думаю, что Локомотив выиграет 1-0. Это будет такой трудноватый, грязненький матч. И Краснодар после того, как пропустит на 53-й минуте... С углового. Хорошо. Грязный рикошет какой-нибудь будет. Грязный рикошет. Смотрите, на Матч-ТВ грязный рикошет. Впервые в студии два Анисимова. Константин и второй. Главный гравят Дюба и Милонов. Они вдвоем. В подаче Милонова Дюба забивает гол. Грязный рикошет. У нас уже есть такая программа, называется «После футбола» с Георгием Черданцевым. А я на ней был, кстати. И как там? Грязный рикошет. Грязный рикошет. Я давно работаю на Матч-ТВ. Итого. Победа Локомотива. Победа Локомотива. Какой сумма? Сколько денег? Да, сколько денег? Балкиник. 30. 50. Давайте 5. 5 тысяч на коэффициент. 2,45. Победа Локомотива 2,45. Это очень хороший коэффициент на хозяев. Если что, пользуйтесь, потому что Краснодар в гостях. Поехали дальше. Костя. Костя. Я ставил до этого «Обе забьют». В этот раз я поставлю, что «Обе забьют». Можно я так буду? Я немножко попутал. А ты выбрал тактику на сегодня, да? Да, я выбрал тактику. Посмотрите, на самом деле у нас реально чемпионат стартовал очень голевой. Реально голы. Я даже думаю, что даже пробьется «Тотал» больше двух с половиной. Но я думаю, что «Обе забьют». Обе забьют? Да. Скажи, а «Тотал» это кто? «Тотал» это… Это «Биот по глазам! Адреналин! В перерыве, если будет…» «А, «Тотал», да. Я пять тысяч рублей ставлю на «Обе забьют». Мне интересно не сидеть полным идиотом. А мы можем что угодно говорить, да? Значит, «Обе забьют», «Витсли Пуцли» 16. Ну, как бы, чтобы вы не можете запутать. А я поставлю, что «Фаскел» 8-2 с половиной. А «Краснодар», гол в первом тайме «Краснодара», да? Да. Ну, тут сложно сказать, «Краснодар» забьет… Короче, точно такое есть. «Краснодар» забьет в первом тайме от «Тимура» 5 тысяч рублей. Окей. Вот. Я поставлю гол Артема Дзюбы. Он точно будет, и я думаю, что он даже будет… Надеюсь, вот в этот раз, я надеюсь, ты проиграешь. Да. Я 5 тысяч рублей на Дзюбу. Тём, не подведи, пожалуйста. Я, конечно, так себе к твоему интервью отношусь, но футболисты хорошие. Мне кажется, ты единственный чик, который меня поставил. Да нет, нет, нормально, нормально. Нет, он и Блэк… и этот… Дэнпул. И да. От Артема Дзюба. И Милонов. От Артема Дзюба плавно переходим к скандалам. И мы перерыли весь интернет и не нашли ни одного связанного с тобой скандала. Было бы удалять скандал из интернета. Кроме того, что вот есть… что твой йоркшеский терьер. О, у нас у всех йоркшеский терьер. Растерзал соседа. Да. Растерзал соседа. Йоркшеский терьер. Это собака вот, ну, размером… Вот такой, да? У меня меньше. Ещё меньше. У меня лилипуд. Ты в рюмке его носишь, да? Растерзал соседа. Я им кидаюсь. Но так как ты болеешь за «Спартак», мы тебе зададим вопросы, насколько ты скандалами можешь сраститься со «Спартаком». Ну, прежде всего, про йоркшеский терьер. Что это за растерзал? Да ну, это ерунда какая-то собачья, ну… Чушь собачья. Чушь собачья. Да. У меня был, кстати, один скандал, очень обидный. Вообще обидный скандал. Я, главное, ещё так думаю, почему так написали-то про меня, гады. А ты вообще реагируешь, да, на это? Читаешь ты отзывы? Не-не-не, я не читаю. Ты тогда не читай отзывы под сегодняшней программой. Ладно. Мы перестали на втором выпуске. Да. Не-не, я почитываю, мне нравится, пишите комментарии, я прихожу и читаю. Ты и подписываешь там, кстати. Да, я там сам пришел. А ты под чем-то это перечитываешь или как бы просто под резвяку? Рассказай, в каком санузле я это делаю. Да, в санузле. И все, оставляешь там. Вот. Скандал, ну как-то нет, ну какие скандалы-то, чё? Интриги, расследования. Скандалы, интриги, расследования. Там, не знаю, вот, вы видели, что супруга Глеба Пьяных устроила дебош в ресторане в Турции? Вообще неинтересно. Кто это? Просто скандалы, интриги, расследования. А кто это? Программа «Максимум», Глеб Пьяных. А, всё. Его супруга или я? Да, его супруга. Давай по уровню скандалов со Спартаком тебя сравним. Давай. Значит, переходил ли ты служить из Московского театра в Питерский и обратно? Это западло. Это вопрос от Владимира Быстрова? Нет, конечно. Ты подкаблучник? Ну, иногда. Ну, так, знаешь. И сейчас такой, знаешь, отлетает от планшета, где ты с женой смотришь. Она такая, в смысле, иногда? Нет, она просто молча берёт ёрка и кидает в меня просто. Ты когда-нибудь воровал кошельки в гримёрке? Кто составлял эти вопросы? Я знаю этих двоих. Ходили. Нет, так нет. Конечно нет. Нет, ну а если надо было вжиться в роль, там, допустим? Вжиться в роль? Ну да, да. Ну, прям, вы играете клептаманом. Не можете сказать, иди своруй что-нибудь. Нет, вы играете клептаманом. Пошёл в Сенгалом, у меня и получилось ничего. Нет, ну почему? Когда мы Костю встретили, мы говорим, Кость, ты же был в КВН. Он говорит, ну да, ну пошути, мы ему сказали. Он так говорит, ну как-то пошути. Вот и вот ждём, пока пошутят. Сегодня пошутят. Я один раз зашёл в поезд, мой мужчина, я ехал куда-то далеко, на Урал. Так случилось, что я ехал на поезде, и он долго на меня смотрел. Значит, после третьей рюмки он у меня сказал, ты артист? Я говорю, да. Он говорит, сыграй что-нибудь. В поезде. Они такая, знаешь, кукольный театр, начался. Я так на него смотрю, а я сижу в этих семейных трусах, в майке. Жарко-жарище, значит, у него стоит бутылка водки, какая-то курица. И я, представляешь, сыграй что-нибудь. Я говорю, пожалуйста, пора, пора, рога трубят. И он такой, офигенно, чувак, давай ещё играй, играй для меня. Такие, вот это в РЖД анимация. Да, да. А ещё мне очень нравятся люди, сейчас в самолёте мы летели, у нас были гастроли. Самара, прекрасные гастроли, Димитровоград, Самара, Тольятти, Ульяновск. И мы, значит, летим на гастроли, сели, значит, утром, в хорошем настроении, 4 дня, настроились на гастроли. И вот так вот, ты когда сидишь в самолёте, там же маленькие кресла. Ну, так вот, ты сидишь, я на тебе показываю, прости. Ты мне нравишься. В хорошем смысле, они всё на мне показывают. Мы всё показываем на Тимуре. И вдруг вот так вот человек, вот так вот говорит, здрасте, вы актёр, да? Я вот, я говорю, да. Он говорит, напомните мне, в каких фильмах вы снимались. Я так на него смотрю, вот думаю, блядь. И меня спас Володь Кофекленко, он рядом. Он говорит, да он не актёр, он просто похож. Идите отсюда. Но больше всего, когда вы летели в Калиград, когда была пандемия, значит, пандемия. И мы заходили в самолёт, и мой замечательный коллега, он шёл, у него маска у нас. Где была маска? Она была же здесь? Где попала? Да, на подмолётке. И стояла такая очень обиженная стюардесса на жизнь, которая всех проверяла. У неё, видимо, какая-то проблема в личной жизни, и она немножечко дотошно всех проверяла. И он, значит, зашёл с этой маской, и она вот так, и она так. Молодой человек, оденьте маску. И он так, да-да, сейчас-сейчас-сейчас. Идёт. Я смотрю, она его пасёт. Всё, она выбрала себе жертву. Она выбрала жертву, причём он, видимо, похож на её бывшего. Ну, по каким-то очертаниям. И она, значит, всё время стала ходить около нашего ряда и вот так вот наглядывать. Резко, да? А мы играли в такую игру. Идёт! Она, значит, проходила, уходила, и вот, фу, блядь. Идёт! Потом мой, значит, коллега говорит, слушайте, а как есть? Скажите, пожалуйста, он в маске вызывает эту хрень. И говорит, скажите, пожалуйста, а как нам есть? Он говорит, на время еды вы маску можете снимать. И мы такие, опа! Коронавирус не летает, когда ты жрёшь. И там были какие-то бутерброды. И мой товарищ коллега ел бутерброд час. Тщательно перезовывая. Он так, она проходила, он говорит, я ем. Медленно, медленно. Она такая, знаешь, во! Я тоже, да, однажды летел, да. Из немецкой авиакомпании, в которой очень всё строго. И я реально, я никогда не ел батончик вот этот. Так медленно, да? Так медленно. Я всю Атлантику пролетел из... До Буэнос-Айреса я. Супер слоу-моушен, да? Супер, просто по чуть-чуть, по чуть-чуть отгрызал. А ты как индус, который, да, пережёвывает 60 раз каждую пищу, кусок? А так они едят? Да, так они едят. Ну, под чем-то. Конечно. Когда с Гуа летят, чуть-чуть дольше летят. А, с Гуа немножечко. Слушайте, вы знаете, что группа Король и Шут снова вообще в тренде ворвалась? Сериал же вышел. Да, сериал классный вышел. Вот мы были в Питере с Вовком Штуром. Хороший был интертеймент? Хороший был? Да, классно. Выступал брат Горшнева из группы Кукрыниксы, они исполняли, не каверы, а перепевали песни Короля и Шута, и кавер-группу выступали. И тренд есть в интернете, опиши себя или кого-то песней Короля и Шута. Ну, реально, есть такой. Он, видно, в ссоре с головою, видно сам себе. А у тебя, знаешь, как? Будь как домопутник, я ни в чем, а не откажу. Я множество историй, коль желаешь, расскажу. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Я ни одной песни Короля и Шута не слышу. Ты не знаешь никогда в жизни. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. Я вот эту одну песню где-то слышал. Да. Я не знаю ни одной песни этой группы. Вот. Я не понимаю вот эту истерию, что творится сейчас перед этим. Вы мне хоть бы ввели в курс дела. Ни в коем случае. Плюсаните, если Киша, это кайф. Сейчас от нас отписываться начнут, мало ли. Кто? А вдруг? Кто? Вдруг такие эти? Давайте найдем в русском футболе людей, которых можно описать песней Короля и Шута. Пожалуйста, вот первая фотография. Кукла-колдуна. Или кукла-фидуна. Скорее наоборот же. А вот это Джокер, это Фидун типа? Ну, это, ну, нет. Это, типа, король и Шута. Это татуировка на груди у Фидуна. Кусочек. Да. Я надеюсь, что ты это где видел? Где ты увидел грудь-то Фидуна? А вот там же такая строчка есть. Чьих невольница ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Да. Кайф. Вы продвинутый. Посмотрите, что он творит. Да, конечно. Дальше. А вы знаете, зачем я учил стихи? О! Это прохлятый старый дом? Что это? Я не знаю. Это банщик-злодей. Банщик-злодей? Да. Ну, например. Дальше. Это дельфин и русалка, но это другое. Или мясо-мужики. Или мясо-мужики. Пивом запивали. Так, дальше кто у нас? Арсен Захарян. Вау. Это оси-рун-си-рун. Вот это, да? Да, да. Не пили. Так есть. Это другая песня. Это группа Хармен Лондон Гудбай. Так, у нас, ну, естественно, без Артема Дзюбани куда? А знаешь, знаешь, что-то там, а нах... Нет, нет. А на холме усталый дедушка сидел. Такой будет. Трогал усы, трубку курил, о чем-то тихо сам собою. Говорю. Продюсеры шоу «Голос», позвоните мне, я скину телефон Романа Нагучева. Вам же нужны фрики, знаешь, когда плохо поют, когда? Вот Роман Нагучев. Нет, знаете, зачем они мне были нужны? Я никогда не был на концерте «Короля и шута». Вообще никогда не был. Но я расскажу. Когда я работал спасателем на пляже, рядом с нами была... Я бы не пошел на этот пляж. Подождите. Рядом с нами была... Когда ты тонешь, человек подумает... Кстати, в Бокуме. А где ты работала? В Прибалтике? В 86-м году была похожа с ней. Только в Прибалтике? Нет, ну в тазике. В бане-тазике. Да, индивидуально. Я работал в одном санатории, работал спасателем на пляже. Рядом был другой санаторий, в котором были вожатые девушки, очень красивые. И у них было свободное время. Как правило, ночью. Потому что пока дети там угомонятся, наступает ночь. И я вот эти истории, это было много лет назад, рассказывал эти ужасные, страшные истории и выдавал их за свои. Потому что девчонки не слушают «Короля и шута». Да? Да. Если ты бросил это все и стал работать на Матч ТВ, это был спасатель. Чуть-чуть больше денег платят. Чуть-чуть больше денег платят. И девчонки посимпатичнее. Вот. И я специально для этого выучил поэму о мертвой женщине. И когда меня девчонки спрашивают, а... Реально это... Я пойду пока. Подожди, подожди. А они покуривают? Подожди. Нет. Они, по-моему, покуривают вдвоем, нет? Их вставляет и без этого. И когда одна из них меня спросила, а это что, ты прям придумал? Я такой, ага. Ты врун. Да чё такой. У нас следующая программа называется «Все женщины, которых обманул Нагучев». Народу будет примерно столько же в студии. Здесь будет сидеть моя жена? Нет. Ты её не обманываешь. Неправильно поговорить. Ну и что, ребята? А вот теперь и Эншпиль. Матч, который нас всех порадует. Это ЦСКА «Зенит». Ага. А, ничего интересного. В смысле ничего интересного? Давайте к следующей. В смысле ничего интересного? Очень интересно. Прям вообще. Хотите, я сделаю ставку первую? У меня моя команда. Подожди, я первую ставлю. Да. Потому что у меня за мной стоит команда, многочисленная, у меня вот телеграм-канал. Я ж туда больше не захожу к тебе. Ты не заходишь, ты не подбиваешься, не переманиваешься. Всё, я больше не буду. Больше не буду. Да. Моя команда сказала, что мы должны поставить счёт 1-1. 1-1? Да. Так сказала моя команда. Я должен прислушаться. Ладно. Сколько ты денег хочешь поставить? 5000. Ну как? И уже Тимур решили угадать. Ну у меня команда-то прям на путь ствола. Поставь 1-1. Зенит-ЦСК. Открывает приложение. Зенит-ЦСК. 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 Игра в Москве. Ну и будет играть там. Это важно. Нет. Это не важно. Это очень важно, потому что на ЦСК никто не придёт, а на Зенит кто-то соберут там 1020. Ух. Нет. На ЦСК просто... Зенит просто... Я тебе скажу, что Зениту тяжело будет играть на ЦСК. На таком поле. Они же привыкливаются. Там же тепло на поле было. Да-да-да, очень было комфортно. И поле ровно. 5 тысяч рублей. Верю в ЦСК. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот я тут поспорил. Или меня не спрашивают. Спрашивают. Всё, говорите. Нет. Меня спрашивают, потому что я уже столько денег ваших поставил. Нет. Не наших, а ваших. Наших, а ваших. Это чужие деньги. Значит, опять же, будьте надо мной потом смеяться, когда я уеду от вас, значит, но мне кажется, что Зенит, он такая достаточно странная команда. Да. Они почему-то в Москве хорошо иногда играют. Со Спартаком? Не только. Не только. Вот. И у них есть какая-то такая вот, вдруг они такие ленивые голубцы, а вдруг у них какая-то мотивация просыпается. Ленивые голубцы. А кто из них ленивый голубец? Да все практически. Ну, практически все. Кто голубец? Ленивый голубец, когда реклама в день клуба. Давайте выводим на чистую голубцов на чистую воду. Кстати, очень вкусные ленивые голубцы. Любишь? Но это без капусты? Просто что это происходит? Да, да, да. Так, про еду давай поговорим. Что с этим футболом? Мне кажется, этот про король и шут, эти про еду. А программа называется «Это футбол, брат». Пишань, говори ставку свою. Что тут? Мне кажется, что ЦСКА они такие, немножко такие, как молодые бычки. ЦСКА. Ну, это в хорошем смысле. Молодые бычки – это Краснодар. Ну, они вот, хорошо, они бычки, ладно. Пони. Пони. А пони тоже кони. Помните анекдоты? А что ты на этой песне говорил? Помедленнее кони. Помните анекдоты? Секунду. Смотрите, я просто хочу сказать, что фон Бет предлагает на ничью и на победу ЦСКА один и тот же коэффициент. 3,45. А на победу «Зенита» 2,10. Ну, то есть победа «Зенита» больше вероятность, чем победа ЦСКА. Поэтому мне кажется, что там они все-таки 1,3 проиграют ЦСКА. Так, спасибо большое, у меня хорошее настроение. Чего я ударил табуретки за ней по голове? Пизденок, чик! А сколько денег? Победа «Зенита» 2,15. То есть можно увеличить в два раза. Ну, давайте 4,000. 4,000 на 2,15. То есть ты на счет поставил 10,000 за коэффициент 9, а на коэффициент 2 ты поставил 4,000. Послушай, не надо меня прессовать, пожалуйста. Ты вообще на тебя не ходил? Да не ходил, зачем мне? Да он кабульский плов сейчас лизнул, такое сейчас твориться начнет. Хорошо, что скоро конец программы. Да, и Тимур улетает из студии после кабульского плова, летит по Москве. Я так думаю, что летаю, да? Ребята, я понял, вы его кормите каждый день кабульскими плов. И он говорит, я вчера в Грозном был. Я был дома, дома. Я стоил, ты был здесь. Я был в Грозном. А мы сажаем гугл-карты ему открываем, и он путешествует по миру. А мы ему там авиабилеты, потом чеки подсовываем. Да. Так что у нас на обед? Кабульский плов. Ребята. В чем-то подвох. Не-не-не, кушай, кушай, кушай. Сделай, первый просто одну милочку возьми. Да-да-да. Клиника реабилитации после кабульского плова. Клиника маршака. Телефон. 0-3. Значит, смотрите. Я ставил на первые два матча обе забьют, и здесь поведу себя неожиданно. Я поставлю, что обе забьют. У меня все... Подожди. А где твоя любимая ставка? ЦСКА. ЦСКА победит. Смотри так. ЦСКА победит, но я поставлю, что обе забьют. Извините. Обе забьют, хорошо. Это какая-то такая западло ставка. Абсолютно. А как сыграют команды? Обе забьют. Все. Может быть, счет будет 8-5. Обе забьют. Я выиграл. Да, так и есть. Так и есть. Так можно было, что ли? Ребят, ну вы предупредили бы. А если не забьют? А обе забьют. Вот тебе. А вот как ты говоришь, ЦСКА победит? А обе забьют, и ЦСКА победит 5-9. Слабо? Не соблазняй его. Он же слабый на эти... На передок ты хотел сказать? На соблазн. Потому что Кошелеха я спереди нашел. На соблазн. На соблазн слабо. Я ставлю 10 тысяч, что обе забьют. Все. Сука. А можно ставить, например... Я хочу поставить на то, что матч начнется и закончится. Вот такая вот хрень. Да, но это не букмекер Сюкантура. Это не букмекер Сюкантура. Это должен быть какого-то дуроча, который на это предоставил. Канал Восьмерочка где-то. Я ставлю, что будет перерыв. 15 минут. Я выиграл. Я, давайте деньги. Все. Пожалуйста. На поле будут преобладать мужчины. Да. Арбитр будет свистеть. Матч будет в Москве. 2000. И вокруг будет март. Вокруг. 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 Ты баллотируешь? И во что они... Эта группа называется Обреченные. Вот что они мне предлагают. Раз это я скидываю ответственность на них, они предлагают мне, что обе забьют и Total будет больше двух с половиной. Я беру десятку и дарю им, чтобы они, так сказать, ей правильно распорядились. Все-таки это тоже их деньги. Нифига себе. Да. Total больше двух с половиной, и обзор. Он тебе сейчас как Ленин сказал. Деньги партии, это мои деньги. Коэффициент на это 2,15. Обе забьют и Total больше двух с половиной, 2,15. Тим, ты что думаешь? Я сказал же. А что ты сказал? Что будет 1-1. 1-1? Да. Не будет. 1-1? И почему нам не зеленое? Доги забьют и 1-1. Мы можем жить. No. No. Мы свои ставки сделали, а наши девочки, они любят подводить итоги. Вот пусть и подведут итоги. Девочки. Наконец-то у нас появилась интрига. Скоро мы узнаем, что произойдет первым. Химки вылетят из РПЛ или Костя проиграет весь свой банк? Костя, три ставки обе забьют, ты серьезно? А я уверена, что все будут в плюсе. Ведь уже весна и на улице потеплело. Аня, малая забосрение. Ребята, Михаил Полисовымаков. Я вспомнил, что весна на улице. А почему ваши симпатичные девушки говорят, что их не видно? Их видно. Их видно. Мы им сказали, что их видно. За дверью там. Мы им сказали, что их видно. Костя проиграет весь банк. А теперь, как я и обещал, конкурс. Футболка Квинси Промеса достанется тому, кто напишет самый креативный четверостишье про Промеса. Промес, замес. И про Дзюбу можно еще, потому что у нас же еще футболка Дзюба осталась. Но если Дзюбу вставите туда, то и футболка Дзюбы. В общем, ребята, бегите в комментарии. Футболка классная. Михаил Полицимака, подписывайтесь на канал. Как только 50 тысяч подписчиков будет, мы разыграем 50 тысяч здесь у нас. Смотрите футбол. Миша, Майкл, спасибо. Майкл, thank you so much. Да, чемпион. Бейтесь в комментариях, ставьте лайки под этим видео. Спасибо, что досмотрели. Роман Нагучев, Тимур Гурцкая и я, Константин Сманстантин. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова